на портал x get поступил вопрос от чего на спас христос по моему люди в большинстве своем как им были такими и остаются ничего не меняется знаете тех кто люди просто знаю что христос есть он был там когда-то приходил и все то для них конечно не имеется те люди которые хотят чтобы христос был в их сердце вошел в их сердце и они знают что для этого как сам все сказал требуется исполнение христовых заповедей а для этого требуется покаяние молитвы какие-то подвиги посильные вот эти люди меняются и внешне что еще более важно внутренне почему потому что они стремятся к христу а христос это не идеология это не мировоззрение это бог реально существующий бог который может человеку помочь и этот как раз бог может настолько изменить человека насколько сам человек никогда не сможет измениться это абсолютно недоступно поэтому вера в бога покаяние перед богом стремление к богу привык к тому что бог меняет человека может быть это не то что прям он какой-то сразу великий чудотворец там прямо-то эти вот прямо ска сияет нет даже великие святые были иногда очень скромном облике сам христос был сын прутника и так он короче садил светил так сказать как светит богу человек но тем не менее он так внешне 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 то скромно очень выглядел вот поэтому но человек меняется внутренне кстати христос сказал что не было среди людей выше чем иоанн креститель иоанн креститель чудес как раз в общем-то не делал он так проповедовал истины проповедовал покаяние любовь вот сам христос назвал его высшим среди людей вот почему потому что если человек изменился если чек стяжал любовь он стяжал в сердце царство небесное и это конечно не может быть не за это просто нельзя скрыть я сказать даже если не делаю чудеса все равно это любовь она каким-то неизреченным образом сияет на окружающих и притягивает их хотя это может быть очень простые женщины искать не какие-то там очень яркие внешние может там как супер образованные супер ученые такие очень так сказать знаменитые или там политики и что кто-то что-то будут очень простые женщины простые мужчины но люди чувствуют что у них что-то есть какое длительное тепло вот и причем потому что они у них христос живет христос не живет благодать божия поэтому вот конечно люди которые ориентируются только на славу внешний успех там деньги так далее не людей по не пройдут мимо не почувствовать на видит но люди которые чают любви они почувствуют что от этих людей любовь исходит и вот конечно тогда чек не скажет что а что пришло произошло когда вот христос пришел что в мире изменилось внешне нет войны продолжаются даже стали еще более изощренные времена христа там сражались легионеры там мечах с копьями с читами сейчас у нас ракеты в том числе и ядерные танки там это самолет и так далее изощрилась информационная война тогда конечно какая-то была но так было как то все было попроще сейчас вот очень все так искать весьма лживо и вроде бы что поменялось мир нет мир он в общем и целом то не изменился к лучшему еще в 19 веке вели в прогресс сейчас уже пройдет 20 век с двумя мировыми войнами чудовищными так сказать жертвами среди людей и вот сейчас 21 век у нас тоже там сказать все так нет 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 не так все просто мы понимаем что да прогресс есть но в основу какой-то военной техники но не в красной сфере и не в ну скажем так уровне счастья уровень счастья в 21 веке не больше чем 19 и 16 конечно свободы больше уровень счастья нет так вот но это в чем происходит что это происходит на уровне выбора каждого человека лично он может даже на войне или в обычном течение этого мира стержать христа ему никто не может запретить любить своего ближнего никто никакие войнки трагедии там стресс и так далее то что бог сильнее когда мы говорим но вот как это в этот мир это любить там да очень просто будь с богом а у бога любви хватит на всех это он доказал как раз когда пришел и распялся за нас своим пришел своего распяли самим все сделала хорошо и свои это хорошее по зависти его убили христа поэтому у него любой любви неизмерима она божественна и он готов с нами поделиться и мы можем это взять и когда мы это возьмем да мы иногда в ужасной ситуации находится внешней внутри надо будет царство небесное и никто нас это отнять не сможет как господь обещал это доступно каждому человеку не только великим святым а каждому человеку устрой свою семью чтобы не ссориться с женой или с мужем не копить ненависть друг другу а браба любовь это бог тебе может дать ну за покаяние своих греха конечно не просто так это возможно можно устроить царство небесное здесь на земле но не в рамках там государства общества а в рамках сама себя и возможно своих ближних ближайших это возможно а уж на основе этого если вот таких людей очень много тоже и какой-то социум будет жить поручше вот поэтому это выбор лично каждого и поскольку это выбор лично каждого именно поэтому наш мир не превращается очень быстро в царство небесное господь дал каждому свободу между выбором между добром и злом вот выбрал добро ты в добре выбрал зло ты возле это твой выбор выбирать внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео